Самая обсуждаемая тема будней – прогноз погоды и температура в квартирах. Отопительный сезон официально стартовал в понедельник. Подключить всех потребителей обещают за неделю. По прогнозам, в эти выходные температура воздуха не поднимется выше 6-7 градусов днем, а ночью возможен даже минус и первый снег. Что же делать, если радиаторы не греют, рассказал председатель городского комитета по энергетике. Новосибирске на этой неделе стартовал отопительный сезон. В социальные учреждения и в дома уже начало поступать тепло. Расскажите, какой процент подключений на данный момент? В социальные объекты начали подключать тепло уже с 10 сентября. Порядка 400 заявок было, где-то примерно около 300 была техническая возможность. Их подключили еще до официального начала отопительного периода, то есть до 20 сентября. Соответственно, у нас разворот системы теплооснабжения идет по графику. 20-21-го – это образование, здравоохранение, социальные объекты. Потом 6 дней – это жилые дома. И 2 дня – это прочие учреждения и организации. Буквально перед стартом отопительного сезона ввели режим полученной готовности из-за двух котельных, которые расположены в Первомайском и Ленинском районе. Случилось два инцидента по источникам теплооснабжения. Первый – это котельная СТК, которая находится в Первомайском районе. Поступила информация от «Газпром Межрегионгаз Новосибирск», что в связи с наличием задолженности за потребленный газ будет расторгаться договор с этой котельной. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Начали работать по строительству теплотрассы для организации закольцовки по другой котельной. Семнадцатого числа сентября СТК уведомило, что договор у них все-таки продлили. И они начали заполнять сети тепловые. С двадцатого они уже на потребителей подают тепловую энергию. Котельная «Аргунский переулок-8» отапливает микрорайон хороший. Это улица Хилокская. Конкурсный управляющий обратился в мэрию в конце августа, что он не может обеспечить готовность этой котельной к отопительному периоду. Также был введен режим повышенной готовности. Было заведено туда наше муниципальное предприятие «Энергия». 19-го числа там подали горячую воду и 22-го отопление. В Новосибирске крайний день подключения тепла – это 30 сентября. Что делать жителям, если после этого момента не дали тепло в дом? Тут нужно понимать два момента. Когда система развернута, это значит обеспечена техническая возможность на дом подачи теплоносителей. Управляющие компании должны прийти, открыть, проверить все стояки, завоздушенные или нет. Соответственно, спустить воздух, чтобы отопление начало работать нормально. Ну и плюс у нас есть 051, единая диспетчерская. Но это уже если действительно на дом именно теплоноситель не подается. Если управляющие не хочут реагировать оперативно, есть у нас государственная жилищная инспекция, есть муниципальная жилищная инспекция. Но муниципальная может работать только там, где есть муниципальные квартиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова